МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире первого карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут мы вам расскажем. В Караганде арестован гражданин Германии, который обвиняется в организации азартных карточных игр. Шахтерская столица вырубает деревья. В Театре имени Станиславского состоялась премьера пьесы Зойкина квартира. Глава региона Болжан Абдишев ознакомился с работой Карагандинского машиностроительного консорциума. Предприятие создано в 2010 году для реализации концепции развития базовых отраслей Карагандинской области. Сейчас в него ходят 32 предприятия, 3 института и технопарк. На сегодняшний день производство оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. Каким, расскажет наш корреспондент. Машиностроительный консорциум производит горно-шахтное и навесное оборудование для коммунальной и сельскохозяйственной техники. Здесь же изготавливают металлоконструкции, оборудование для котельных, мебель, оказывают и строительные услуги. Показали главе региона новое оборудование, в частности, участок прототипирования и токарно-фрезерный центр. С помощью таких технологий можно создавать недорогие модели любой сложности. 3D-принтер позволяет не только материализовать проекты на производстве, но и изготовить макет сложной детали. Так можно оценить ее достоинства и недостатки, которые не видны на чертежах, сделанных на бумаге. А это новая разработка-наконечник казахстанского знамени. Значит, вот это я попробовал в Челябинск. Позвонили мне, у них делают тигеля, тигель этот, графитовый. Вот этот, я же сделаю чугунный, они делают графитный. Ну, я взял им сбросил, сможете сделать мне вот такой тигель? Они сказали, что наше оборудование не позволяет. А наше оборудование позволяет. Вот такая установка, их 20 штук в мире. Одна у нас в Казахстане, и больше нигде нет. Так что у нас эта установка уникальна. Вот такие вещи, мы можем делать все, что уникальные вещи, машина позволяет это делать. Мозгов у этой машины хватает для всего этого. Завод имени Пархоменко также является участником консорциума. Здесь изготавливают большой ассортимент металлической продукции, в частности, заборы, скамейки, опоры освещения. Ассортимент произведенного показали главе региона. Загрузим вас. Второе у нас будет единый стиль по городу, архитектура и дизайн вот этих ограждений. Ну и самое главное, вот прочность. Потому что сейчас многие вот вроде делают, но... Нет, это же мосты. Вы сядьте и поработаете. Хорошо, мы всегда рады. Не как там просто коммерческие, а вот долгосрочные. Задание в городе, мы сейчас все работаем. Кроме предприятий машиностроительного консорциума, Болжан Абдишев приехал посмотреть и на работу КАЗ БелАЗ. Это совместный завод, созданный с белорусами. Здесь проводится сборка и капитальный ремонт узлов и агрегатов карьерной и шахтной техники. Завод будет расширяться. Будет открыт цех по ремонту шин, а рядом построят помещение для мойки запчастей. Сейчас прорабатываем. Это вопрос строительства большой моечной комнаты, камеры, пристройка к заводу, к нашему участку. Техника, которая к нам приходит на ремонт, она приходит не в том виде, который подлежит ремонту. И мы, значит, проект сейчас заказали тех условий. Проект делается по согласованию с корпорацией и будут строиться дополнительные еще здания, оборудование мы уже приобрели. Предприятие поддерживает государство. Оно включено в карту индустриализации Карагандинской области в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь. В этом году будут отремонтированы несколько школ в Карагандинской области и реабилитационный центр в Каркаролинске. Средства на эти цели заложены в меморандуме, который заключили сегодня областной кемат и компания «Энерси Казахстан». Общая сумма меморандума составляет более 580 миллионов тенге. По традиции, сторонами был отобран ряд приоритетных направлений, требующих поддержки крупного бизнеса. В частности, корпорация продолжит финансирование проектов, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также на поддержку незащищенных слоев населения. Так, 120 миллионов тенге будут направлены на финансирование капитального ремонта здания реабилитационного центра для инвалидов в Каркаролинске. Еще 50 миллионов тенге спонсорской помощи помогут завершить строительство ледового дворца «Караганды-арена» и теннисного центра в Караганде. Дети сел Баршино, Жараспай и Киртенды получат новые спортивные игровые площадки общей стоимостью 33 миллиона тенге. Кроме того, будет обеспечено финансирование нескольких проектов по развитию инфраструктуры населенных пунктов, а также оказана спонсорская помощь артистам и спортсменам. Образование, культура, спорт, медицина, на мой взгляд и на взгляд руководства Евразийской корпорации природных ресурсов, это то, что необходимо поддерживать для того, чтобы наша нация росла здоровой, счастливой, для того, чтобы были у нас образованные специалисты и, конечно, чтобы тем самым поднимался уровень жизни наших людей. Прервемся на короткую рекламу, впереди все самое интересное, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Немецкие игры. В Караганде арестован гражданин Германии, который обвиняется в организации азартных карточных игр. Об этом сообщили сегодня на брифинге в департаменте финансовой полиции Карагандинской области. Оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в доме по переулку Музейный, который арендовал гражданин Германии, регулярно собирались люди для игры в покер. Здесь обнаружены и изъяты один покерный стол, 636 штук фишек, колоды карта, также 317 тысяч тенге и 200 долларов США. 16 марта Нидинсу предъявлено обвинение по статье 269 прим. 1 часть 2 пункт Б Уголовного кодекса Республики Казахстана и в отношении последнего судом санкционировано мероприятие в виде ареста. К другим новостям. В Караганде вырубают деревья. В нашу редакцию обратились горожане, которым небезразличное экологическое состояние шахтерской столицы. Карагандинцы обеспокоены вырубкой деревьев в центре города. В районе подстанции Ботаническая под воздушные линии электропередачи от зеленых насаждений остались пни. Насколько законна такая вырубка, выясняли наши корреспонденты. В центральном парке в районе подстанции Ботаническая под воздушные линии электропередач вырубили большое количество деревьев, звучит сообщение. Линия принадлежит компании Караганды-Жарык. Горожане уверяют, что каждый год деревья подрезались, чтобы ветки не касались проводов. В этом году их попросту вырубили. Сегодня лесной массив разбавляют несколько десятков пней и спиленные стволы. В компании Караганды-Жарык нам пояснили, что обрезка из спил деревьев производится согласно правилам охраны электрических сетей. А значит, вырубка многолетних насаждений нынче в стране по закону. Речь идет не о вырубке культурных насаждений, а о расчистке просек в охранных зонах. В данном случае Караганды-Жарык обязан содержать линии электропередач в надлежащем виде. Все это производится согласно правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт. Это значит, что рядом с опорами и проводами на определенном расстоянии, а именно по 8 метров в каждую сторону, не должно быть ни деревьев, ни строения. Даже когда между линией и верхушками деревьев расстояние метр, это уже опасно для жизни. Между проводом и деревом проскакивает искра. По стволу дерева энергия уходит в землю, возникает шаговое напряжение, которое может и покалечить, и убить. Ирина Камышова, Волжан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В институте повышения квалификации собрались методисты отделов образования со всей области. На семинаре совещаний рассматривались вопросы аттестации, лицензирования и проведения единого национального тестирования в текущем году. Другими словами, педагоги региона обсуждали качество образования. Подробнее Сергей Высокосов. Повышение качества образования подразумевает большую разъяснительную работу по внедрению новых технологий в процессе обучения, аттестации и лицензирования учебных заведений. Департамент по контролю в сфере образования проводит разъяснительную работу по распространению передовых опытов работы среди преподобательского состава, методистов и директоров учебных заведений. На семинаре совещания подводились итоги аттестации, а главное – провелась работа над системными ошибками, которые имеются в сфере образования. Все это необходимо, чтобы помочь привести в соответствии с современными требованиями учебно-воспитательный процесс в организациях образования. Проведение процедуры ВОУД будет проводиться с 9 по 25 апреля 2013 года. Процедуре ВОУД подлежат 26 организаций образования. Из них 5 организаций с использованием информационных технологий и 21 организация с использованием на бумажных носителях. Также мы рассматриваем вопросы контрольных мероприятий, проводимых департаментом. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. На культурной площадке новая пьеса. Новую постановку по Михаилу Булгакову «Зойкина квартира» коллектив русского драматического театра имени Станиславского посвятил 150-летию со дня рождения великого реформатора театра, имя которого носит. О примерном показе нового спектакля расскажет Сергей Высокосов. Булгаков много писал для МХАТа, МХАТ много ставил Булгакова. Более того, Булгаков был не только завлитвом, но даже актером в МХАТе при Станиславском. Пьеса Михаила Булгакова «Зойкина квартира» долгое время находилась под запретом. Впервые она была поставлена Московским театром имени Вахтангова в октябре 1926 года, но через три года на нее было наложено табу, и пьеса была снята с репертуара «Главреперткома» с убийственной формулировкой «За искажение советской действительности». Пьеса оказалась настолько актуальной на новом историческом витке в перестроечные времена, что кажется, будто автор именно сегодня и рассказал историю Зойкиной квартиры и ее обитателей. Вот мы бьемся все как мотыльки, и героиня нашего спектакля Зоя Денисовна Пельц, которая любит бывшего графа Обальяниного, она действительно очень сильно любит, а граф не может до сих пор, пять лет ведь прошло, пять лет после революции, и приспособиться к жизни сложно, не все, ведь только прохиндеи и отпетые мошенники, а сейчас как? Эта власть создала такие условия жизни, при которых порядочному человеку существовать невозможно. Это слова одного из героев пьесы. И это так. В Зойкиной квартире собирается пестрое общество. Все понимают, что подпольный веселый дом, скрывающийся под выиской швейной мастерской по пошиву, проз одежды, дает иллюзию свободы, радости, веселья, настоящей жизни. Но другого нет. За стенами квартиры чекисты, домкомовцы, наркомпромовцы. Так, что ты себя же расстреляли в Баку, я читала! Пардон, пардон! Что из этого? Если меня расстреляли в Баку, я что, стало быть, и в Москву не могу приехать? Хорошенькое дело! Меня по ошибке расстреляли, совершенно невинно! А Зойкина квартира очень схожа с нехорошей квартирой, номер 50 из «Мастера и Маргариты». Сейчас резать буду! Ты косые косые не целовала? Упусти молоко, ангелок! Целовала? Маменьше, Господи, работаю, вариваю от царствия твоих! Целовала? Я не буду краснолядина, разом только поцеловались! Я не режу, что он только жалей, давай ее на жизнь! А козы? Газали не зенить будете? Нет, 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 нет! Самому зенить будете? Нет, 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 нет! О, буду, буду! Ой, что же ты такое-то делаешь? Тебе были два зенения дела! В спектакле есть все. Песни, танцы, криминал, 26 действующих лиц, но главное – атмосфера. Герои как будто сошли с журналов 20-30-х годов. У нас точно и четко выдержан стиль. А стиль, в то время уже он, правда, заканчивал, уже там кубизм наступал на пятки, но стиль модерн. Самый красивый стиль из всех, какие были, там ни рококо, ни барокко, ни сравняться. Модерн был свобода. Модерн не имел законченности. Модерн – это было нечто льющееся, вьющееся и тянущееся вперед. В трагикомедийном спектакле нет ответа, как совладать с миром, погрязшим в коррупции, разврате и деньгах. При всей симпатии героям ни автор, ни режиссер спектакля не прорисовывают некоего данка с горящим сердцем. Они понимают, что это наивно и не всегда хэппи-энд может поставить точку в проблеме. Ответ приходится искать самим зрителям. Поэтому и звучит лейтмотивом спектакля романс Рахманинова «Не пой, красавица, при мне ты песен, Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний». Задовесь премьерного показа спектакля закрывается. Но он вновь откроется перед теми, кто захочет увидеть спектакль, после просмотра которого придется несколько изменить свои взгляды на мир нас окружающий. Сергей Высокосов, Михаил Гуров, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области создан филиал Казахстанского союза юристов. Объединившись, они будут всесторонне обсуждать проблемные вопросы в правоприменительной практике. Накануне избрали председателя Казахстанского союза юристов. Мирам Гульсал Кимбаева с подробностями. В прошлом году прошел семинар, который собрал всех юристов страны. Тогда было создано казахстанское сообщество юристов. В настоящее время в объединении полным ходом ведется работа, рассказывает ректор Академии Центрального Казахстана Бактыбек Жунусов. Я думаю, что это очень важно, потому что в западных странах, в той же России, давно существует союз юристов, которые объединяют всех юристов, которые работают в разных сферах нашей жизнедеятельности. Я думаю, что это очень важно, особенно когда идет процесс интеграции, когда идет сближение законодательства, особенно с созданием таможенного союза. Да и потом для всех нас, простых граждан области республики. Целью мероприятия является создание организации, объединяющей всех юристов для развития демократического правового государства. Участники встречи убеждены, что создание данного союза позволит реализовывать задачи, поставленные главой государства. Сегодня мы собрались по случаю создания открытия карагандинского филиала Республиканского общественного объединения Казахстанский союз юристов. Сегодняшняя конференция принимает участие представители органов государственного управления, судебных и правоохранительных органов, а также представители ученого сообщества в нашей области и представители юридических сообществ. По итогам голосования председателем Казахстанского союза юристов стал начальник департамента юстиции по Карагандинской области Мурат Абилов. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. О новостях спорта Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Главные спортивные команды города вышли на улицу с лопатами. Сменив спортивный инвентарь на орудия труда, хоккеисты, футболисты, волейболисты и игроки мини-футбольного клуба занялись озеленением территории Караганды-арены и теннисного центра. Вокруг спортобъектов в минувшие выходные появились несколько десятков маленьких елок. Эту замечательную традицию начал наш именитый боксер Серик Сапиев. А теперь она стала ежегодной. Сегодня открыта такая декада посадки деревьев. Аким области открыл ее и дал направление. И клубы, что интересно, что клубы сами проявили инициативу посадить деревья. Можно, говорит, выбрать самые красивые. И вот на сегодня это и футбольный клуб «Шахтер», это хоккейный клуб «Сарая Арка», это мини-футбольный клуб «Тулпар», волейбольный клуб «Караганда». Вот сегодня 40 деревьев посадили эти клубы. И пушистые, и красивые. То есть облагородили наши красивые спортивные объекты. Я думаю, это замечательно. Это традиция. Весь апрель будет продолжаться. Я думаю, город «Караганда» станет самым зеленым городом страны. В «Караганде» прошел открытый чемпионат по пауэрлифтингу. Этот спорт еще не так популярен в Казахстане, как в Европе. Но развивается довольно высокими темпами. И молодой амбициозный президент Федерации Акмаль Маткаримов старается всячески способствовать этому. Помимо казахстанцев, в соревнованиях принимали участие спортсмены из России и Таджикистана. Как мне присвоили статус президента Федерации Карагандинской области, я стараюсь в год провести 3-4 турнира. У нас идут именно международные турниры. Ребята приезжают с разных городов, у нас их очень много. У нас приехали атлеты не только из Казахстана, есть атлеты из России, из Таджикистана. Плюс города Астана, Алмата, Усть-Каменогорск, соответственно, Караганда. Шахтер одержал первую победу в чемпионате и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. После двухматчевого мастер-класса от сборной Германии, премьер-лига снова продолжила свой путь. В третьем туре Шахтер принимал в Тимиртау Павлодарский Иртыш. В середине первого тема Сергей Струков открыл счет и вывел гостей вперед. Карагандинцы долго не могли найти ключи к воротам соперника. Шамбул Кукеев не реализовал пенальти и матч плавно перетекал к завершению. Но за две минуты новичок Шахтера, экс-нападающий Орда Басы Дауренбек Тажимбетов и капитан Горняков Андрей Финонченко принесли победу, забив на 80-е и 81-е минутах матча. К слову, Шахтер уже не первый сезон начинает, мягко говоря, слабо, но ближе к середине чемпионата набирает форму. Так что пока особо переживать о перспективах действующего чемпиона не стоит. В этом году немножко мы поменяли подготовку, потому что задача стояла суперкубок выиграть. Видно, мы вот за него и расплачиваемся сейчас небольшим каким-то спадом. Карагандинские чиновники играли самую главную игру планеты. В минувшие выходные состоялся финальный турнир по мини-футболу среди сборных команд Акиматов области. В турнире принимали участие победители зональных соревнований. Акимат Карагандинской области, Караганды, Садпаева, Шахтинска и Балхаша. В финале встретились чиновники ведомств Караганды и Карагандинской области. В упорной борьбе со счетом 2-1 победителем турнира стали госслужащие городского Акимата. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. И не забывайте посещать наш сайт в интернете, адрес на экране. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Субтитры подогнал «Симон»